Всем привет! С вами Йети. В этом видео я хотел бы рассказать, как удержать форму после соревнований. Как вы видите по мне, на мне уже огромное количество воды, щеки были впалые, сейчас они надутые. И все тело в принципе в таком же состоянии. Я гладкий, никакого рельефа. Все это исчезло за три дня. В общем, что хочу сказать. По крайней мере, мой личный опыт. Все бодибилдеры отекают очень сильно после соревнований. Это связано с тем, что происходит слив воды. И четыре дня назад мой вес был 95,9 кг. Сейчас мой вес 103 кг. И это немного на самом деле, потому что, учитывая предыдущие соревнования, на предыдущих мой вес составлял 93 кг на сцене, то есть в прошлом сезоне. И после этого за три дня я компенсировал до 105 кг. То есть набрал 12 кг за три дня. И как вы прекрасно понимаете, что жир не может такими быстрыми темпами расти. И естественно, за три дня 12 кг жира набрать нереально. Большая часть веса, который приходит после соревнований, это вода. По крайней мере, в первую неделю. С чем она связана? С тем, что мы, естественно, мочегонимся, выгоняем воду по максимуму. И за этим следует гиперкомпенсация. Наши почки работали интенсивно. Мы их разгоняли, чтобы выгнать лишнюю воду. Дополнительно стимулировали себя мочегонными диуретиками, так называемыми. Поэтому жидкость нас быстро очень покидала. В конечном итоге, после соревнований, мы их пить прекращаем. Наши почки ужатые, усохшие. И не способны быстро выводить воду. Но способны ее накапливать. При этом, чтобы восполнять резервы организма, которые были долго опустошены. То есть мы находились в обезвоженном состоянии. И происходит вот такой вот резкий отек. Всего лишь часов за 12, может быть, за 24 часа вы способны, так скажем, накопить себе воды литров 5, 6, 10. И это даже не предел. То есть можно накопить себе очень большое количество воды. С чем это связано? Как от этой ситуации избавиться? Потому что это, можно сказать, отправная точка в ухудшении нашей формы. То есть как только мы накопили в себе 10-12 литров воды, мы тренироваться нормально не можем. Нас клонит сон постоянно, мотивации никакой. И на фоне этого мы начинаем жиреть. Потому что мы еще и отъедаемся после соревнований. Мы не могли есть, у нас была жесткая диета все это время. Ладно, в общем, закончим с этим. Вы сами прекрасно знаете, как это все происходит. Сейчас расскажу про конкретные методы, как от этого избавиться. Во-первых, вся моя сушка строилась на том, что были читмилы, рефиды и все остальное. Поэтому тяги к пище, как таковой, у меня сейчас особой нет. Поэтому я не наедаю по 10 тысяч калорий в день, как это было на прошлых соревнованиях. После прошлых соревнований. Так как на прошлых соревнованиях я был на чистой диете, не использовал никаких продуктов с высоким гликемическим индексом, молочки и всего остального. И в конечном итоге я отъелся. Я отъелся очень сильно. Естественно, меня залило водой. И жиреть я начал очень быстро. Кроме того, на этой сушке, во-первых, естественно, я использовал все продукты, какие хотел. И поэтому я, в принципе, не тянусь особо сейчас к ним. У меня нет такого сильного голода. Это первый момент. Второй момент. По поводу щитовидки. Все почти бодибилдеры используют какие-либо гормоны щитовидки. Т3 или Т4. Я использую тероксин Т4 аптечный, естественно, для того, чтобы выжечь последние остатки жира. И, как ни странно, бодибилдеры, которые отменяют их в день, когда уходят в соревнования, естественно, тоже жиреть начинают еще быстрее других. Потому что щитовидка работала на искусственных гормонах, можно сказать. И после этого обмен веществ замедляется колоссально в 3-4 раза, как только вы ее отменили. Поэтому в этот раз что я сделал? В этот раз я просто продолжаю принимать щитовидку. Как раз у меня после соревнований идет неделя понижения дозировок. То есть, если стандартная у меня дозировка была 100 микрограмм тероксина в день, то сейчас моя дозировка 50. И 50 будет на протяжении недели. Затем я сделаю послекурсовую терапию для гормонов щитовидной железы, чтобы возобновить нормальную работу щитовидки, уже натуральную. И как раз вот на этот недельный промежуток времени приходится максимальный зажор у всех билдеров. И он продолжается примерно недели 3. То есть, недели 3 билдеры разжираются очень сильно после соревнований. И эту фазу нужно на чем-то переждать. Если я щитовидку убираю, то просто-напросто я начинаю жиреть экстремальными темпами, там в 2-3 раза быстрее, чем в обычном состоянии при той же калорийности. Думаю, для всех это очевидно. Поэтому щитовидку я продолжаю принимать еще неделю, затем делать буду послекурсовую терапию для нее. Так, следующий момент. Что еще? Тренировки мы бросаем чаще всего после соревнований. Как правило, не рекомендуется, потому что вы придете на тренировку с весом на 8 кг больше, чем обычно. У вас, естественно, давление будет бешеное, когда вы начнете качаться. Может случиться какой-нибудь, не знаю, инсульт элементарно. Может что угодно произойти. Поэтому в таком состоянии, в слабом, после этой компенсации качаться, естественно, не нужно. По крайней мере, тяжело не нужно. Но что я делаю? Я просто со жгутами закачиваю периодически мышцы, чтобы углеводы, которые я наедаю, они поступали в мышцы. Восстанавливали запасы гликогена и так далее. Чтобы под кожей надолго вода не задерживалась. Плюс я делаю очень легкое кардио, там, 2 раза в день, по крайней мере, по 30 минут. Вот начал. Уже начал. То есть, и при этом, по крайней мере, стараюсь пить точно так же воду. То есть, не урезаю ее полностью, но и не напиваю себе лишнего. То есть, пью примерно 3-4 литра в день, стандартное мое потребление воды, жидкости. Ничего с этим не делаю, потому что я прекрасно понимаю, что 2 или 3 дня будет у меня излишняя отечность по-любому. Пока почки не начнут нормально работать и выводить всю эту жидкость, я так и буду залитым. В принципе, кстати говоря, вот что следует отметить, после первых соревнований, которые были 29 числа, я набрал до 106 килограмм. То есть, с 98 до 106. И за неделю я в итоге скинул до 96 килограмм. То есть, я скинул 10 килограмм примерно за 4 дня. То есть, 3 дня я где-то примерно так же отъедался. Ну, там, одна тренировка у меня была за эти 3 дня. Мой вес стал 106. И со 106 я скинул примерно до 100 за 1 день. То есть, элементарно я потренировался в теплой одежде. Добавил мочегонных, естественно. Ну, потому что к соревнованиям все равно нужно было уже подводить. За 4 дня всего оставалось. За 1 день буквально. То есть, 6 килограмм ушло. Дальше, естественно, пошло медленнее. Там, по 2 килограмма, 1,5 килограмма отдавал. В общем, в итоге сделал 95,9. Думаю, сейчас проделаю то же самое, но и без мочегонных уже. В принципе, я использовал очень слабые мочегонные на вот эти вот вторые соревнования. И все прекрасно сработало. Думаю, что сработает и без них. В общем, какая суть? Тренировки у меня только в теплой одежде продолжаются. Пытаюсь хотя бы отдавать с помощью пота. Выводить лишнюю жидкость, само собой. Пить небольшое количество на тренировке. Потому что моих запасов воды в организме и так достаточно. И они и так будут компенсировать все, что нужно для мышц. То есть, вот это вот основы. Кроме того, после соревнований. До соревнований мы там не пьем. В последний день, естественно, не пьем. Потом маленькое потребление воды. Чтобы выгнать лишнюю воду из-под кожи. После этого у нас открывается минеральный голод, так называемый. То есть, мы тянемся к натрию. Потому что натрий мы исключали для того, чтобы сделать эту форму. Чтобы выгнать всю воду. Мы исключили, естественно, натрий в основном. И быстрые углеводы. То есть, чем меньше углеводов, как правило, и натрия. Тем меньше у нас задерживается жидкости. Ну и сложных, кстати говоря, тоже. Сложные тоже могут держать воду в любом случае. И в чем суть? Вот этот минеральный голод будет заставлять вас сжирать соленую пищу. В большом количестве. То есть, вас будет тянуть, например, на гамбургеры. Которых вы можете съесть калории на тысяч на десять. Просто элементарно после соревнований. Потому что ваш организм тянется к получению минералов. То есть, натрия. Но все делается очень просто. Вам достаточно. Вот уже сэкономят, по сути, ваше время. Калорийность не так сильно добавят и так далее. Вам нужно просто взять вот этот вот раствор регидрон в аптеке. Регидрон. Который включает в себя смесь солей. Вы его растворяете и берете с собой на соревнования. Отвыступали. Выпили полтора литра жидкости с вот этим раствором, разведенным днем. Все. Мы минеральные резервы, так скажем, электролитный баланс восполнили в организме. И поэтому нам не будет так сильно хотеться есть после этого. То есть, наш организм не будет искать минералы во всех других источниках пищи для того, чтобы их восполнить. Мы восполнили их из пакетика регидрона. Элементарно. Поэтому нам уже не будет так сильно хотеться есть, как хочется всем, в принципе, остальным людям. Поэтому я, в принципе, точно так же это и сделал. И мой вес компенсировал всего на 5 килограмм. То есть, это несущественно. На сцене 98, сейчас 103. Ну и лишнюю воду постараюсь вот в ближайшие 4 дня где-то согнать. Естественно, у меня пока лайтовые тренировки. Постепенно они будут повышаться. Повышаться их интенсивность, силовые показатели и так далее. То есть, постараюсь все это, естественно, сделать. И выглядеть получше. Привести свою форму к нужному виду. Я буду стараться не жиреть. И сейчас вот на волне гиперкомпенсации вообще можно хорошо мышечную массу растить. Да, там если начать растить сразу силовые показатели и все остальное, пока вас компенсирует, пока у вас отклик по гормонам идет жесткий. То есть, там садитесь на курсы, страдиол, все остальное. Это все повышается. Реакция на АЭС улучшена за счет этого всего. Можно на этой волне расти. Но я не буду. По крайней мере, потому что я не собираюсь выступать в ближайшее время вообще. В ближайший год как минимум точно. И поэтому мне лишние килограммы, они вообще не нужны. То есть, мне лучше держать сухую относительно форму. 100 килограмм, 103 килограмма максимум. Вот от 100 до 103 килограмм я планирую весить в течение года и не выходить за эту отметку. Попытаюсь это сделать. Это будет довольно сложно, естественно, потому что есть всегда хочется. И перехожу на режим периодического голодания. Потому что только он, по моему личному опыту, дает мне возможность получать максимум бонусов при минимуме побочных эффектов. То есть, не сильно ограничивая свое качество жизни, можно выглядеть при этом хорошо, используя периодическое голодание. Это вот мой личный опыт. Мне это подходит, поэтому я это использую. То есть, можно будет точно так же есть гамбургеры, все остальное, все, что захочу. Но во временном диапазоне, там, 8 часов едим, 16 часов не едим. Все очень просто. Буду действовать именно таким методом, никаким другим. Тренировки будут пока каждодневные, точно так же фуллбадди. Потом посмотрим, если силовые будут расти. Естественно, я не смогу тренировать все мышечные группы в один день. Это логично. Если будет присед снова там 160 килограмм, когда я начну его делать, то я не смогу вместе с ним тренировать другие мышечные группы еще дополнительно. То есть, буду как-то более-менее комбинировать мышечные группы, но тренироваться точно так же каждый день, скорее всего. Количество кардио пока оставлю в районе 1 часа в день. И на этом, в принципе, все. Кардио у меня только для того, чтобы с потом выводить воду из-под кожи. То есть, вот это вот основные мои планы. В принципе, будем дальше смотреть, как будет изменяться форма. Довольно сложная задача. Не зажиреть после соревнований, потому что есть, в принципе, хотят все. И, ну, набрать там пару лишних килограмм жира на теле, ну, это, в принципе, ничего страшного. Ну, не разъедаться до 110-120 килограмм, это точно. То есть, постараюсь, по крайней мере, с этой ситуацией справиться и оставить, сохранить свою форму в нормальном качестве на протяжении следующего года. Поддерживать никогда не умел, если честно. Умел либо набирать, идти в один путь, в один конец, либо сушиться. А вот поддерживать форму никогда не приходилось. Как правило, если поддерживаешь форму, мотивации никакой нет. Ты просто начинаешь либо жиреть, либо уменьшаться, разрушать мышцы и так далее. Но сейчас постараюсь справиться с этими моментами. Посмотрим, что будет. Ладно, в общем, рекомендации мои вы получили какие-либо... Да, кстати говоря, в первую очередь лучше перейти на сложные углеводы изначально, чтобы разогнать снова обмен веществ. Да, а потом уже можно будет на периодическом голодании постепенно подъедать и быстрые углеводы, и любые. Там уже роли не будет особо играть. В первую очередь мне нужно сейчас избавиться от воды, которая держится. А держится она чем? Натрием и большим количеством углеводов. Чтобы этого не происходило, мне нужно переключиться, по крайней мере, на качественное питание на первое время. И потом уже, естественно, смогу питаться, как захочу. Когда все эти процессы разгоню. В принципе, на этом все. С вами был Йети. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok